У эпидемиологов вновь появился повод для волнения. Больных COVID-19 стало больше. Медики говорят, и скорые стали выезжать чаще. Особенно это касается краевой столицы. Рост у детного веса, заболевшего по сравнению с предыдущей неделей, отличается среди работников здравоохранения на 9%, работников банков и офисов 2%, работников торговли и продовольственными товарами на 2%. При этом на бесплатную вакцинацию люди не торопятся. Все, кто желал, говорили сегодня на совещании, прививку поставили. Остальные по разным причинам медлят. И в итоге, вместо того, чтобы вакцинировать в день по 14-15 тысяч человек, в регионе прививают 2,5. Хотя вакцины трех видов достаточно. Если прививки люди будут ставить теми же темпами коллективного иммунитета, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, мы добьемся лишь к осени следующего года. Еще раз про одну возможность. Если не будет, то что за этим? Если мы не получаем 60%, как минимальный на самом деле порог, к этому необходимо добавить количество переболевшего населения в регионе, то мы получаем и можем получить третью волну, четвертую волну. То есть пока не сформируются заболеваемости, пока популяционный иммунитет не сформируется за счет заболеваемости. Просто говорить людям о необходимости вакцинации уже не получится, считают врачи. Необходимы другие меры воздействия. Губернатор предложил подумать о предоставлении отпуска на день вакцинации или дополнительном дне к отпуску хотя бы муниципальным служащим. Помимо большой разъяснительной работы, помощи в организационном плане, например, выезд специализированных бригад на предприятия, где большие коллективы, чтобы там на месте ставить, или наоборот, доставка с предприятий в пункты, где осуществляется вакцинация. Но стимулирование должно быть. Какие-то, может быть, дополнительные, вплоть до того, что дополнительные материальные поощрения. Лотереи какие-то. Другие, вот похожие подходы. Я же возвращаюсь к разговору. Эта задача очень непростая. Напомним, к первому июля, по крайней мере, так говорили в начале весны, в крае планировали привить 60% населения для создания коллективного иммунитета. Теперь непростая задача сдвинулась на новую дату, 24 сентября. Получится ли? Пока вопрос. Но в чем точно уверены, осень прошлого года не должна повториться. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.